Литургия прежде священных даров Литургия прежде священных даров – чин Божественной Литургии, который совершается Православной Церковью только в дни Великого Поста. Божественная Литургия – это великое торжество для каждого христианина и всей Церкви Христовой. В дни Великого Поста, чтобы не лишать верующих таинственного общения с Господом и не нарушать при этом постового покаянного настроя совершением полной торжественной литургии, Шестой Вселенский Собор постановил совершать неполную литургию – литургию прежде священных даров. Чин этой литургии был составлен и введен в богослужебную практику во второй половине шестого века римским святителем Григорием Двоесловым. Литургия прежде священных даров совершается по средам и пятницам Святой Четыре Десятницы, в четверг пятой седмицы Великого Поста, в день памяти сорока мучеников севастийских и еще в ряде предусмотренных уставом случаев. На Страстной Седмице литургию прежде священных даров положено совершать в первые три дня. На этой литургии верующие причащаются святыми дарами, освященными на предыдущей полной литургии святителя Василия Великого или Иоанна Златоустого. Поэтому на литургии прежде священных даров не бывает приношения просфор и вина и их особого приготовления для Таинства Евхаристии. На этой литургии также не положено причащать грудных младенцев. Не совершается на этой литургии и сама Евхаристия. Начинается богослужение свечерни. Первый возглас священника такой же, как и на обычной полной литургии. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. На вечернее читается кафизма, псалмы из книги Священного Писания, называемой Псалтирью. В это время в алтаре священник переносит святые дары с престола на жертвенник, а молящиеся в храме при этом стоят на коленях. После входа с кадилом, а на Страстной Седмице, входа с Евангелием, звучит песнопение «Свете Тихий». В нем мы слышим весть о пришествии на землю Спасителя, о начале нового благодатного дня вечной жизни. Песня «Святого Духа Бога» Начинается чтение Паремий, отрывков из Священного Писания Ветхого Завета. Во время первой Паремии зажженная свеча ставится на Евангелие, лежащее на престоле. Это действие символизирует то, что все пророки и праотцы Ветхого Завета были освящены тем же Божественным Светом, который просвещает всех людей и ныне. По окончании чтения первой Паремии предстоятель берет свечу и кадила и благословляет молящихся, возглашая. «Свет Христов просвещает всех». Свеча является здесь символом Господа Иисуса Христа, который есть Свет Миру. Обычай осеннек молящихся зажженной свечой восходит к первым векам христианства. Оглашаемые, желавшие принять таинство Святого Крещения в дни Великого Поста, перед выходом из храма благословлялись священникам зажженную свечою. Это действие символизировало просвещение оглашенных Божественным Светом, Светом Благодатного Крещения. После прочтения второй Паремии полагается пение стихов из 140-го Псалма. Стоя перед Амвоном, чтец или Трио поет «Да исправится молитва моя, яко ходила пред тобою». Паремия Паремии Паремия Паремии Основной молитвой всего Великопостного Богослужения является покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина, которая говорит нам о главных добродетелях и главных опасностях в духовной жизни. Затем звучат особые молитвы и прошения о тех, кто готовится принять Святое Крещение. Во время произнесения диаконом Ектиний на амвоне храма священник разворачивает на престоле антиминс. Этим греческим словом называется прямоугольный плат из шелка или полотна, обычно с изображением положения Спасителя во гроб с зашитыми частицами мощей каких-либо святых. Паремия Паремии Наступает торжественный момент перенесения святых даров с жертвенника на престол. Внешне вход священника и диакона со святыми дарами в алтарь походит на великий вход за полной божественной литургией, но по существу и духовному значению он совершенно иной. С верою и любовью приступим, до причастницы жизни вечные будем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Дискос и чаша ставятся на престол. Все молящиеся в храме поют вместе с хором молитву Господню Отче наш. После возгласа «Прежде священная, святая, святым» священнослужители в алтаре причащаются святых христовых тайн. Отверзается завеса царских врат и чаша со святыми дарами выносится для причащения верующих. Богослужение заканчивается. Звучит призыв «С миром и зыдем!» Все стоящие в храме подходят к священнику и прикладываются ко кресту. Мы выходим из храма. За его стенами нас ожидает жизнь, полная скорбей и трудов. Но теперь нашу жизнь озаряет свет божественной благодати. Свет Христов просвещает всех. Субтитры создавал DimaTorzok